Добрый день! Мы продолжаем с вами разговор о том, как научиться все успевать и рассмотрим секреты тайм-менеджмента. Меня зовут Демьяна Вольга Владимировна, я заведующий кафедрой экономики производства Казанского Федерального Университета, доктор наук, профессор, наставник, консультант по тайм-менеджменту и автор ряда книг, которые представлены на данном слайде. Как мы будем с вами двигаться? У нас будет четыре основных блока работы. Первый блок посвящен наведению порядка в текущих делах. Для того, чтобы начать работать в сторону повышения эффективности своего времени, чтобы научиться все успевать и быть довольным, нужно сначала навести порядок в своих делах. Второй этап. Мы с вами научимся планировать новые дела. Что же такое за целеполагание? Какие есть основные методы? И как можно поставить себе достаточно комфортные и понятные цели? Третий шаг. Это пересборка текущих дел. У человека всегда есть определенные дела, которые связаны всегда с ним. Это текущие дела его и эти дела невозможно просто так бросить. От них невозможно отказаться. И здесь третий этап направлен на то, чтобы посмотреть, как пересобрать эти текущие дела для того, чтобы комфортно выполнять и наши новые цели. И четвертый этап. Мы настраиваем новый график работы. Это заключительный этап, который позволит вам достаточно комфортно встроить определенные методы тайм-менеджмента в свою обыденную жизнь. Третий наш шаг связан с тем, что мы начинаем пересобирать текущие дела. Текущие дела это те обязательства, те задачи, которые с нами всегда. То есть они на текущий момент с нами. И мы взяли обязательства их выполнять. От них отказаться очень сложно. И когда мы с вами навели порядок в текущих делах, мы поняли, что есть время для того, чтобы планировать новые дела. Мы с вами научились планировать новые дела. Мы их создавали путем целеполагания. Третий шаг. Мы пересобираем текущие дела. Что же такое пересборка текущих дел? Об этом сегодня мы с вами будем разговаривать. Итак, по традиции нашей, по нашему методу, мы должны с вами подумать, в чем будет мой запрос. Вот подумайте, то есть какие у вас есть текущие обязательства, какие у вас есть текущие дела, какие есть срочные дела, которые нужно выполнить. То есть всю операционку, с которой вы работаете здесь и сейчас, попробуйте посмотреть на нее, проанализировать и подумать, а что вам не нравится в таком состоянии, что вас нервирует в этой операционке. Это и будет вашим запросом. Итак, начнем. С чего можно начинать пересобирать личные текущие дела? Первый метод – это метод, который называется личный свод. Что такое свод? Есть такой метод стратегического анализа, который называется свод-анализ. Он активно используется в технологии стратегического планирования для предприятий. Мы этот метод будем использовать для себя. В чем состоит этот метод? Он состоит в том, что мы анализируем внутреннюю среду и внешнюю среду, а потом мы это смотрим. И мы композицию делаем между внутренней средой и внешней средой. В данном случае, с точки зрения тайм-менеджмента, нам интересен личный свод-анализ, а это значит, что объектом внимания станет человек, станете вы. Итак, что из себя представляет внешняя среда? Внешняя среда человека – это те возможности, которые она дает. То есть возможности – это ваши перспективы, ваши позитивные факторы и угрозы. Угрозы – это риски, которые могут возникнуть извне. И внутренняя среда. Внутренняя среда или внутренний потенциал человека или сам человек, самого человека мы будем рассматривать через его сильные стороны и слабые стороны. И вот на слайде как раз и представлена вот эта матрица свод-анализа, которая показывает, что мы с вами будем работать в четырех основных позициях. Итак, с чего мы начинаем? Своим слушателям я всегда говорю, начинаем с того, что мы думаем о своих сильных сторонах. Мой опыт подсказывает, и я это отчетливо наблюдаю, что люди очень много пишут про себя в контексте слабых сторон. То есть мы слабые стороны напишем, ой, большую-большую портянку. А когда мы начинаем смотреть свои сильные стороны, как будто нам не хочется об этом писать. То есть как будто бы мы себя излишне хвалим. Так вот, здесь мы с вами будем учиться изучать себя через те сильные стороны, которые нас продвигают. У каждого человека они есть, поверьте. Нет человека, который идеально, например, имеет только сильные стороны или идеально имеет только слабые стороны. Человек, он такой многообразный, поэтому ищите у себя сильные стороны, те стороны, которые будут вас продвигать. Это стороны, которые будут вашими точками роста. Второй шаг – это слабые стороны. Это могут быть вредные привычки, это могут быть некоторые моменты в вашей жизни, в том числе отсутствие каких-то компетенций, отсутствие знаний, но вовсе не означает это, что они навсегда. С любыми сторонами можно работать. Упущенная сильная сторона может превратиться в слабую. Слабая сторона при должном обучении, наблюдении, работе над собой может превратиться в сильную сторону. Поэтому вы смело можете для себя понять, а какие вредные привычки у вас есть, какие знания вам сейчас не хватает, какие компетенции вам сейчас не хватает. Это нормально, вы для себя пересмотрите свою текущую позицию в отношении и, например, системы обучения. Может быть, вам какие-то нужно будет дополнительно освоить компетенции, может быть, в этом случае вам нужно будет поработать в контексте, например, коммуникаций, а может быть, устроиться на работу, чтобы понять вообще, что же из себя представляет моя будущая профессия. Итак, фиксируем слабые стороны. Вот на слайдах представлены таблицы, в которых вы смело можете прям брать, зарисовывать их и в своем дневнике по тайм-менеджменту фиксировать, а какие есть слабые стороны, над которыми можно поработать. Третий шаг – это мои возможности. Как я уже говорила, возможности – это все классные, это позитивные аспекты внешней среды, которые вам внешняя среда может представить. Иногда мы говорим, что удачный человек, то есть это тот человек, который получается так, что он использовал свои возможности здесь и сейчас. И вы также посмотрите на внешнее окружение, на свое, и посмотрите, какие возможности дает вам внешняя среда. Но, с другой стороны, мы должны четко понимать, что не всегда все так классно. Есть во внешней среде и некоторые рисковые ситуации, то есть это угрозы – те ситуации, которые могут, собственно говоря, на вас повлиять не очень хорошо. И вы должны об этом знать. Если вы предупрежден, значит вооружен. Значит, в этом случае вы уже можете смело понимать, что такой риск может возникнуть, а для этого вы будете пересобирать свои текущие дела в отношении недопущения возникновения таких угроз или таких рисковых ситуаций. Идем дальше. Итогом метода личностный свод или личный свод-анализ – это заполнение таблицы. Вы отвечаете на четыре базовых вопроса. Какие компетенции или какие ваши стороны будут вас усиливать? Находите им применение. Вкладывайте их в определенную деятельность. Второй момент. Составьте дефектную ведомость своих слабых сторон и начинайте работать с ними. Третий момент. Развивайте с помощью возможностей свой потенциал. То есть, если вы видите, что есть возможность нарастить свой потенциал, используйте ее. И четвертый момент. Если мы видим, что возникают определенные рисковые ситуации, будьте готовы к ним. Будьте готовы морально, будьте готовы физически, будьте готовы ресурсно. Идем дальше. Следующий метод, который я очень люблю. Это называется метод хронометраж. Почему я его очень люблю? Потому что очень быстро он подсказывает человеку, как он проживает свою жизнь, как он проживает свои дни. Итак, все по порядку. Что такое хронометраж? Хронометраж – это метод фиксирования того, что вы делаете в течение дня или в течение любого интервала времени. Я предлагаю использовать следующую таблицу, вспомогательную табличку, которая вам поможет провести хронометраж своего рабочего дня. То есть, своего дня. Вы можете, например, если вы учитесь и работаете, можете взять вот прям все сутки. Берете три дня, да, и прям все 24 часа. Вы смело прописывайте, чем вы занимаетесь. Что из себя представляет эта табличка? Смотрите, мы фиксируем время начала того или иного действия. Что я делаю в это время? Время окончания этого действия. Далее, что получил в итоге я? Какой результат я получил этого действия? Фиксирую, полезно это было или бесполезно. И последний показатель – это продолжительность, сколько по времени занимало это действие. Если посмотреть на первый взгляд, то хронометраж – это достаточно такая рутина. Но поверьте, за рутиной вы найдете большой пласт резервов работы над собой. Потому что самая основная ценность хронометража – это то, что он вам покажет, насколько вы ощущаете время. То есть, он вам поможет настроить внутренние часы, которые вам будут подсказывать относительно того, где вы сейчас, чем вы занимаетесь и что вас ждет впереди, какой результат этого действия. Это такой метод, который может повысить вашу осознанность. Но этот метод достаточно эффективен на производственных предприятиях, когда даже есть специальные люди, специалисты, профессия, которые используют метод хронометража для того, чтобы определять нормы рабочего времени. Поэтому метод очень конкретный, он результативный. Но по моей статистике, больше половины людей, которые начинают этот метод использовать, потом они говорят – ой, мы не хотим этот метод использовать. То есть, происходит откат назад. Поэтому, если вдруг, например, вы для себя возьмете использовать этот метод, то первое, с чего нужно начать – это подготовиться. А об этой подготовке я расскажу дальше. А второй, самый важный момент – это зафиксировать, когда вы уже будете проводить хронометраж своего дня, вы зафиксируете вот это состояние, когда вы скажете – да, это все какая-то ерунда. Так вот, это не ерунда. Потому что, если вы проведете точно три дня с хронометражом, то поверьте, потом у вас останется неизгладимый такой результат вашей работы в отношении прокачки тайм-менеджмента. Итак, все по порядку. Значит, смотрите, вот пример результата хронометража. То есть, вы можете фиксировать в телефоне, вы можете использовать специальный блокнот, вы можете распечатать отдельные листы для хронометража. Это вообще никакой роли не имеет. Имеет только роль фиксирование того, что вы делаете. Вот я вам привела пример одного из студентов, который проживает, так скажем, определенный день. Я советую брать три дня. Но я всегда знаю, что люди три дня не выдерживают. То есть обычно за первый день человек уже приобретает осознание того, а какие пожиратели времени у него есть, а что мне лучше улучшить, от каких дел мне лучше отказаться, что я могу упустить. Такое бывает, но я как тренер советую сделать больше. Мы ставим амбициозную цель для того, чтобы человек быстрее пришел к ощущению времени. Идем дальше. Итак, какие есть секреты проведения хронометража? Первый секрет – это то, что нужно заранее подготовиться. К примеру, если вы с понедельника хотите начать хронометраж, то к понедельнику вы должны подготовить табличку для фиксирования, или это будет в телефоне, и ручку, чтобы у вас в эти дни, когда вы проводите собственные исследования, исследования себя и своего времени, у вас всегда под рукой есть аналитическая таблица, куда вы заносите свои данные. Вас время ждать не будет, поэтому вы сами должны позаботиться о том, что у вас под рукой будет эта вспомогательная таблица. Второй момент – я советую начать хронометраж с того момента, когда вы проснулись, потому что у большинства людей есть огромный запас времени именно утром, в утреннее время. Поэтому здесь я всегда советую начинать хронометраж, как только вы проснулись. И вот вы увидите, что в утреннее время вы тоже найдете для себя определенный бюджет-время, свободное время для каких-то новых дел и новых свершений. Третий момент – окончание хронометража. Я советую, как только вы легли спать, но это не означает, что вы легли спать и еще смотрите сериальчик на два часа. То есть конкретно мы фиксируем окончание хронометража, когда мы уже все ложимся спать. Поэтому здесь очень важный момент ночных сериалов, ночных увлечений в плане интернета и так далее. Это очень важный момент, потому что мой опыт подсказывает, и наблюдения подсказывают, что есть большое количество людей, которые вот этого времени не замечают. Идем дальше. Четвертый секрет – это интервал. То есть у меня спрашивают, а с какой периодичностью фиксировать эту таблицу? Вот, в принципе, есть такая более оптимальная, так скажем, фиксация времени – это 30-40 минут. Но все зависит от времени. Если вы пришли на совещание, и вы знаете, что это совещание будет полтора часа, смысла прерывать это действие нет. Вы пишете начало совещания в 10 часов, и через полтора часа вы пишете окончание совещания. Есть дела, которые, например, укладываются в 20 минут, в 10 минут. То есть все зависит от того, какие у вас дела и с какой скоростью вы работаете. Но если есть дела, которые не жестко регламентированы, например, то я всегда советую именно вот в таком времени фиксировать через каждые 30-40 минут. Пятый момент, он связан с тем, что как только мы проделали то или иное действие, попробуйте зафиксировать, полезно это было или бесполезно. Вот здесь очень важный аспект, потому что очень многие, например, записывают в таблицу в течение дня, и потом думают, ладно, вечером как бы сяду и все пропишу, было полезно или нет. Это неправильно. Лучше всего использовать момент окончания дела. То есть если у вас есть какая-то там позиция, например, какие-то вещи были полезные, а какие-то бесполезные. Вот я когда говорю про совещание, я говорю, что эффективное совещание это первые 15 минут, а если идет совещание 60 минут, это не означает, что все 60 минут это полезные. Поэтому вы сразу можете фиксировать в отношении интервала, что вот первые там 20 минут были полезные, а потом как бы вот было бесполезно. Комментарии нужны только вам. И от того, насколько вы более аналитично, да, и вот так вот, так скажем, как внешний наблюдатель будете рассматривать, как вы проживаете этот день, чем вы занимаетесь, сколько по времени длится то или иное дело, в чем была ценность этих дел, то это вы для себя приобретете большой объем информации, с которым можно будет работать дальше. Шестой момент. Аналитику итоги дня нужно проводить этого же дня. Многие говорят, нет, я утром подведу итог. Не нужно этого делать. День закончился, подвели итог. Это важно потому, что когда мы начинаем делать хронометраж, то вы по ходу фиксирования в таблице уже увидите определенные резервы дел, например, от которых можно отказаться. И уже на следующий день вы можете эти инсайты использовать в своей деятельности. То есть получается так, что хронометраж, он с одной стороны диагностик, а с другой стороны улучшение через диагностику. Именно этим мне данный метод и нравится. Седьмой момент. Это фиксируем инсайты и отслеживаем их на следующий день. То есть что это означает? Когда я подвожу итог хронометража сегодня, я уже завтра понимаю, от каких дел мне можно отказаться, что мне можно проверить? Инсайты рождаются в течение действия, в течение аналитики, а не после. Поэтому я всегда советую в конце дня подвести итог, сформировать какие-то инсайты и на следующий день попробовать их сразу реализовывать. Таким образом, хронометраж вам подскажет, как улучшать свое время через диагностику и, соответственно, через инсайты, которые вы получаете за время прохождения этого хронометража. Следующий метод называется метод съесть слона. Что такое слон? Слон – это дело очень большое. Это дела ни одного дня, ни одного человека, ни одного исполнителя, например, ни одной команды и ни одного типа ресурсов. К примеру, в обычной жизни это может быть, допустим, человек решил построить дом. Постройка дома – это слон. То есть нужно спланировать, нужно спланировать покупку, нужно финансовый бюджет спланировать, команду найти и так далее, и так далее. Или, например, написание ВКР – выпускной квалификационной работы. Это тоже слон, потому что здесь у нас разные есть дела. Есть дела по систематизации теории, есть дела по анализам, есть дела, которые нужно в полевые исследования пойти, в кабинетные исследования пойти, нагенерить что-то, проектную работу какую-то сделать, патентные анализы и так далее. Слон – это большое дело. Причем внутри этого слона есть ряд мелких дел, которые можно делить на определенные модули. Поэтому «Скушай слона» или «Съешь слона» или «Ешь слона по частям» – это означает, что мы берем большое дело, мы делим его на комфортные модули, на комфортный объем работы. На каждый объем работы мы ставим определенный тайминг и начинаем его выполнять. И тогда большое дело вы потихоньку съедаете по частям. Следующий метод очень актуален для студентов, потому что метод помидора придумал студент, который накопил большую учебную задолженность. И он решил, что все, либо я ухожу с университета, либо я все-таки настраиваюсь, внутренние резервы и быстро-быстро закрываю свои долги. Что он делал и как работает данный метод? Он работает таким образом, что если вы погружены в рутинную работу, то есть такую монотонную работу, однотипную работу, то лучше делать определенные интервалы. Интервалы могут быть разные, то есть это может быть и 25 минут, это может быть и 40 минут. У меня были случаи, когда мои слушатели говорили, что мой метод помидора работает через час, а 25 минут это слишком быстрые перемены. Все зависит от контекста и от специфики вашей работы. Но как работает метод? То есть метод работает таким образом, что когда вы занимаетесь рутинной работой, необходимо через определенные спринты делать перерыв. Что это означает? Перерыв, например, сделать звонок, выйти на воздух, подышать свежим воздухом, выйти на улицу, подышать свежим воздухом, попить кофе, позвонить другу, отправить письмо, то есть немножко сменить обстановку. Этот метод очень результативен, когда мы хотим сделать большой объем работы, работаем с достаточно большой скоростью, и вот эта скорость, мы должны ее держать на определенном уровне, потому что в конце дня мы можем устать, вероятность ошибок может возрасти. Поэтому этот метод, который говорит нам, что пора остановиться, чуть-чуть передохнуть, позволяет нам вот эту внутреннюю нашу ресурсную скорость держать на определенном комфортном нашем уровне. Следующий метод – это метод светофора. Что такое метод светофора? Это определенный, оптимальный график планирования дел. Если вы посмотрите на слайд, вы увидите время, то есть это пример планирования дел, который показывает, что у человека есть определенные фазы работоспособности. И вот эта фаза, она начинается с 9 часов и до примерно 12-13 часов дня. Особенно, если вы относитесь к жаворонку, то есть ваш объем работы приходится на первую половину дня. Соответственно, как работает метод светофора? Он говорит о том, что вначале нужно запланировать съесть лягушки. То есть подумайте, какие дела можно прямо в начале рабочего дня сделать. Обычно съесть лягушку – это 10-15, ну максимум 20 минут. Поэтому съесть лягушку – это то, с чего нужно начать любой рабочий день. И вот вы посмотрите, что следующие три дела отмечены красным. То есть это самые энергозатратные дела. Например, вам нужно подготовить там достаточно большую аналитическую работу. Вам нужно провести, допустим, очень серьезные переговоры. Вам нужно составить там какое-то письмо аналитическое или проект и так далее. То есть самые важные, энергозатратные, ресурсозатратные дела стараемся планировать до обеда. И следующие дела уже до конца рабочего дня. Вы посмотрите, такая цветовая гамма уже меняется. Мы планируем такие менее затратные. Они будут небольшие дела. И в конце рабочего дня нужно всегда, так скажем, планировать очень лайтовые, небольшие, даже, может быть, приятные дела для того, чтобы завершить рабочий день. Вот так устроен метод светофора, который говорит о том, который что учитывает? Первое, он учитывает дела лягушки. Второе, он учитывает максимальную работоспособность человека в первой половине дня. И он учитывает, что в конце рабочего дня, чтобы оставить приятные, так скажем, последствия от дня, от работы, от коллектива, можно в конце дня запланировать более-менее такие комфортные, простые, может быть, даже мотивационные мероприятия для того, чтобы закончить этот день на красивой ноте. По классике жанра я задаю вопрос, да, какие выводы вы сделали. Вы можете использовать все методы, о которых я говорила, и сделать выводы. Вы можете какой-то один метод взять и попробовать посмотреть, а как вам он подойдет, не подойдет. Мои слушатели говорят о том, что какие-то методы им подходят, какие-то методы не подходят. Какие-то методы, например, они один раз проживают с ними, и этого достаточно для того, чтобы сбалансировать свой рабочий день. А какие-то методы они используют через определенные промежутки времени. А что будете использовать вы? Вот подумайте, напишите какие-то выводы относительно своих текущих дел. И последний вопрос. А какой будет ваш первый шаг в отношении пересборки текущих дел? От каких дел вы откажетесь? Какие дела вы сможете сделать быстрее? Какие дела, может быть, вы переставите на другое время дня? И так далее, и так далее. Методы тайм-менеджмента, они достаточно большие, их очень много. И фишка в том, что каждый метод, он под своего пользователя. А пользователь – это вы. Поэтому от вас будет зависеть то, какие методы вы будете использовать, и к каким результатам вы придете. А у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok